Здравствуйте! Чем занимаются джиперы? Джиперы джипуют. Чаще всего они это делают на джипах, и особенно если они в клубе джиперов состоят, то есть принадлежат к тем людям, у которых автомобили марки джип. В эту субботу московский джип-клуб отмечал свой день рождения. Естественно, можно было, как всегда, ограничиться рестораном, но люди активны, поэтому они поехали помесить немножко грязь и уже в финале добраться, ну, кому суждено, до какого-нибудь знакового места с хорошо накрытой поляной и возможностью нормально провести время уже в цивилизованной ситуации. Для того, чтобы посмотреть, как интересно живут джиперы, я позволил себе взять автомобиль, который на нашем рынке заявлен как внедорожник. Это Санг Йонг Рекстон. Причем я, когда вел переписку по поводу этого автомобиля для активного тест-драйва, я специально поставил более четкую задачу, обозначив, что машина нужна именно для участия в подобном мероприятии, то есть там будет очень много оффроуда, настоящее бездорожье, а дальше уже представительство решало, какой именно автомобиль должен быть представлен. То есть какая именно машина за честь флага. За честь флага они предложили самую мощную бензиновую версию с мотором 3.2, которая на самом деле является, наверное, одним из самых тяжелых, чисто физически тяжелых, легковых автомобилей. Это такой аналог, наверное, где-то Победы. То есть тяжелая рамная машина, но единственное, что у Победы у него всегда была такая отдышливая недостаточность мощности двигателя. Здесь с двигателем все в порядке. Итого, значит, автомобиль Санг Йонг Рекстон с шикарным мотором. Вот если вдруг кому-то дорога песня шестирядных цилиндров, причем этот мотор, он когда родился, он был вот когда еще только-только в неонатальный период и был маленьким одноцилиндровым моторчиком, то в этом же пеленальном отделении на соседнем столике лежал такой же маленький одноцилиндровый моторчик Mercedes-Benz. Поэтому нет оснований говорить, что Mercedes-Benz рядом не лежал. Mercedes рядом лежал. Потом оба они росли, росли, выросли в взрослых, уже серьезных, трехлитровых, рядных шестицилиндровых двигателях. Это упоительный совершенно двигатель, 220 лошадиных сил. И он искупает очень многие недостатки автомобиля. Наступаешь на педаль, он даже звучит хорошо. И он, конечно, эту тушу тяжеленную, он ее срывает с места, что благодаря пятиступенчатому автомату, очень адекватно. И люди, которые ценят вот эту прямолинейность атмосферника, рядного шестицилиндрового, нормального уже объема, потому что 3,2 это нормальный объем, они могут себе позволить подобную машину только из уважения к мотору. В этом моторе есть мерседесовские корни. Этот двигатель очень неплохо отлажен. Этот двигатель бьется в конвульсиях на холостых, что можно почувствовать, но иногда это в том числе из-за эксплуатационных особенностей, потому что машина была не самая новая, многие журналисты на ней уже поупражнялись. Но в городе с ним, с этим мотором замечательно. Наступаешь на педаль, и, в общем-то, получаешь совершенно конкретную такую подстегивающую тебя провокацию, когда хочется, несмотря на этот огромный ящик, на эту массу, на эту геометрическую форму, хочется отвернуть на всю. Машина позволяет. О том, что этого делать не надо, понимаешь, в первом же повороте, а также перед первой же попыткой штуковину остановить. Потому что, когда наступаешь на педаль тормоза, выясняется, что тормозов нет вообще никаких. И половина хода педали, это холостой ход, ты наступаешь, и ничего не происходит. И эта туша летит, как ЗИЛ-130 бронебойным снарядом в кучу других автомобилей, и ты понимаешь, что у тебя будет единственный вариант остановки, это экстренное торможение. Вот когда ты уже бьешь в пол и растопыриваешься между рулем, педалями и потолком, вот таким зигзагом, вот тут-то как раз машина начинает останавливаться. Причем она осаживается с таким приседающим движением, клюнув и кивнув, слегка вздернув кормой, и, в общем, порождает мечту о армейском памперсе на 12 часов работы. Это такой специальный памперс, который выдает обычно людям перед первым прыжком с парашютом, особенно если они никогда не служили в десанте. Вот этот армейский памперс очень хочется. В повороте машина ведет себя за счет того, что она зверски тяжелая, тоже довольно странно, она вваливается в этот поворот, и уже когда пора распрямлять траекторию, она говорит, э-не, мы сейчас довернем, мы сейчас тут еще массой-то на эту ось загруженную сейчас как наляжем, вот тут-то колесики мы и завернем на большой угол. Уже пора, уже все, уже кончился поворот, уже поехали по прямой. Э-не, а мы еще будем поворачивать. Но при всем при том, конструкторы прекрасно понимают, что они имеют дело с чрезвычайно архаичной штуковиной, ведь это он только по документам, рекордом какого-то следующего поколения. Нет, это единственный рекорд, он как был создан изначально, он претерпел несколько пластических операций, это уже третья у него пластическая операция, у него есть варианты с задним мостом неразрезанным, есть на независимой подвеске, вот это конкретно было на независимой подвеске, и поскольку он сделан по американскому образцу имитации, вот как, например, Honda Pilot, она ни в коем случае не внедорожник, но она такая брутальная, серьезная машина, которую некоторые с перепугу могут принять за внедорожник. И Honda Pilot это обычная легковушка, просто она так оформлена. Вот Rexton это почти обычная легковушка, почти за счет того, что у нее чудовищная рама. Вот рама этой машине не нужна в принципе, то есть под раму там нет ничего, эта рама не оправдана ничем. Но так сложилось, что планировали все-таки делать какую-нибудь штуковину для передовой, Северная Корея, Южная Корея в состоянии войны находятся постоянно, на этой машине в том числе подвоз снарядов, там систему ГРАД, еще что-нибудь, там реактивные минометы, поэтому рама. Вот она теперь уже прописалась в городе, и как всякий деревенский мужик, так вот натянувший на себя костюм, похрустывающий в плечах и встав на каблуки, она, конечно, немножко эклектична. Но под город ее адаптировали хорошо, потому что система курсовой устойчивости, все-таки противобуксовочная система, то есть масса электронных страховочных нюансов, и если где-то ошибиться в рулении, или как-то, например, ее заправить на плохие грунты, там на лужу или на лед, она очень здорово себя ловит, она себя осаживает, она позволяет человеку, в общем-то, не размазаться об столб собственными ошибками, а совершенно нормально выкрутиться из этой ситуации. Но это в городе. Динамика разгонная, отвратительная тормозная динамика, расход топлива так себе, чуть-чуть за 20 литров 95-го, но под город она идет нормально. При этом сидится хорошо, эргономика позволительная, музыка классная, климат-контроль отвратительный, потому что климат-контроль постоянно путается, вот выставил на нем 20 градусов, и он то жарко, то холодно, то он пытается тебя перегреть, чтобы ты как-то, видимо, нуждался потом уже в охлаждении, потом охладить, чтобы ты нуждался в согреве. Он не может ровно держать 20 градусов. Но это все городские нюансы. А вот джипер-клуб, он затеял поездку по Можайскому району. Можайский район выглядит точно так же, как после немцев. Асфальта немного, глины достаточно. И джиперы, конечно, к этому делу готовились. Поэтому в основном техника была серьезная, лифтованная на 33-х, на 39-х колесах с блокировками. Но это не значит, что были только автомобили марки джип. Приехал и Хаммер, приехали лендроверы разных, и по стаси были всякие Тойоты, Ниссаны. Такая живописная куча хорошей профессиональной техники, дружеское общение и наши отечественные просторы. Даже УАЗик Патриот был, что тоже здорово. И организаторы приготовили три спецучастка. То есть не просто проселок, а подъем на лесной холм, гора Счастье и русский проселок. Рекстон не справился ни с одним из них. Все три спецучастка он слил. Это такая вежливая формулировка. Подъем на холм, он, в принципе, бы одолел, но у него не полностью отключаемая система курсовой устойчивости начинала его в самый неподходящий момент подтормаживать. Резина была зимняя Пирелли шипованная, что, в общем-то, искупала. Подробности после новостей там как раз самое интересное, как мы утонули на этой штуковине. Так вот, Санг-Йонг, Рекстон, фрюмешку с джипами в Можайском районе Подмосковье. Первый спецучасток лесной холм. Туда веселый, гурьбой улетели различные Чироки. У Чироки, как известно, шикарный шиномотор. Это XJ, те самые, у которых тоже рядная шестерка под капотом четырехлитровая. Очень хороший крутящий момент. По блокировкам у всех совершенно разный набор, но абсолютно все Чироки справились с этой задачей. Причем, несколько машин было без специальной подготовки. Но единственный аксессуар, который они себе позволили, это профессиональную ребятку. И Рекстон здесь за счет двигателя хорошего, мощного мотора он доскребся до середины геометрического излома. Была там такая коварная точка. После чего споткнулся в маленькую корягу и все. И сдался. Конечно, здесь возможно, что совсем какая-то профессиональная резина ему помогла бы преодолеть препятствия. Тем более, что геометрически он бы здесь поместился. И, конечно, все-таки мощный двигатель на бездорожье это очень серьезно. Это вот та причина, по которой амороки с двухлитровым дизелем и двумя турбинами так опасливы за пределами серьезного сервиса и большого города перемещаются. У них есть трудности, потому что все-таки моторчик не того объема. Мощность-то, конечно, снимают. По-настоящему там мотора не хватает. Здесь мотора хватает, но, тем не менее, одному из джипов пришлось заякориться за березу. И своей лебедкой уже тяжеленную тушу Рекстона громоздить на холм. Ну, сдернули. Дальше он уже пошел сам, потому что, конечно, мотор выручает. А другой спецучасток это гора Счастья. Вот туда лезть уже было совершенно бесполезно, потому что очень серьезный уклон. И, опять-таки, именно здесь немцы и не прошли. Бесполезно было по подобным холмам, по суглинку нашему российскому, чего бы то ни было хотеть. Остальные полезли, но вот лендкрузер 70-ка, тоже на хорошей резине, тоже готовая к бою, она за 24 минуты влезла, потому что пришлось пользоваться лебедкой. Уазик Патриот взлетел птичкой 2 минуты, он потратил на это. А Ниссан НП-300, ралли-рейдовый, очень хорошей подготовки на блокировках, он потратил 2,04, тоже взмыл птичкой. А, конечно, всех поразил 80-ку, у которой хороший 4-литровый трубодизель и 3 блокировки, она влетела хомяк, это хаммер 3-й, он порвал себе шрус, тихо сдулся и перестал бороться. Доджи большие тоже не пошли, потому что они просто длинноваты для того, чтобы в нижней точке на перегибе чего-то хотеть. Ну и, в общем, правильно все-таки они ближе к грузовикам, хотя бой можно было дать. На Рихстане туда было бесполезно соваться, потому что это увеселение под названием тащить бегемота из болота, оно потребовало, наверное, удлинение лебедки метров 100. Хотя, конечно, это все у всех было с собой, потому что инструментарий очень хороший, ребята запасливые, джиперы, они все-таки в этом отношении профессионалы. И вот финальный спецучасток это 100 метров просто русского проселка, обычного глина. Дождь был достаточно давно, поэтому луж много здесь нет. И вот именно на этой точке произошел конфликт геометрии с физикой. Геометрическая проходимость Рекстана, при том, что у него 210 миллиметров дорожного просвета, реально 210, я замерял до поперечин рамы 210. И тем не менее, вот эта геометрическая проходимость проиграла физике, и машина залипла. Она просто пузом легла на грунт, вывесила все четыре колеса и очень мощно, как плугом, набрала поперечинами рамы, а там такие хорошие две поперечины, одна передняя, прикрывающая собой редуктор переднего моста, передней подвески, и вторая та, которая под раздаткой. Заякорила совершенно капитально. Вот уж прилип, так прилип, уж чавк, так чавк, уж вляпался, так вляпался. Две буксирные проушины. Ну, какие проблемы? Машина, конечно, перетяжелена, но понятно, что никаких трудностей нет. Тем более, что проушины приварные, и они из такого стального прутка, где-то, наверное, сантиметра-полтора диаметра. Хороший пруточек такой конкретный. Подцепили, у меня для этих случаев специальный рывковый трос, потому что подобные бегемоты выдергиваются только как морковка из земли, то есть с рывка. Хороший трос с шаклами. Подцепили к чероке, дернули, дзынь, сказал кусок корейской стали, и шакл улетел в противотуманный фару джипу. Вырвало этот такелаждый крючок с корнем, причем видно, что в одном месте была халтурная сварка, а в другом месте просто сталь лопнула. Все, назад хода нет. Заходим спереди, тем более, что там такая веселая кавалькада черойки ушла вперед, поэтому отозвали одну машину, подлетела, что называется, техничка дружественная, зацепили за переднюю проушину, дерг, и нет передней проушины, улетела в светлую даль. Итого, вот это сталь не выдержала. Почему сталь не выдержала? Потому что, с точки зрения конструктора, это не было просчетом, это было умыслом. И специально, прекрасно понимая, что машина очень тяжелая, и на самом деле на подобные нагрузки не рассчитана, была применена та марка стали, которая оборвалась и не потянула за собой раму, потому что, если бы проушина выдержала, дальше уже бы начала ломаться рама, сварка и клепки. Это говорит о том, что машина не внедорожник ни в коем случае. Это просто легковой автомобиль. Из уважения, можно сказать, это кроссовер. Дальше сдергивать машину пришлось уже подцепляя к подвеске, то есть нужно было браться за нижний рычаг, что тоже довольно опасно, можно было вырвать все это, но тогда просто в представительстве пришли бы точки захоронения автомобиля с предложением попытать счастье самостоятельно. Это мало ли, может вертолетом, может на Уралах каких-нибудь они выдернули. За заднюю подвеску мы машину сдернули назад, так, чтобы можно было спереди подкопаться к ней, потому что передом она легла совершенно конкретно на грунт, после чего мы уже за передний рычаг подвески подцепили и 100 метров позора этот тяжеленный, грандиозный автомобиль, дважды проигравший физике, потому что первый раз он физике проиграл, когда залип в это чавкающее явление, чуть было не сказал болото, второй раз, когда лопнула сталь, физика тоже проиграла этой самой геометрии. Вот 100 метров позора, а там уже дальше был асфальт и не было никаких проблем, машина отряхнула, схрюкнула и пошла с перекосом руля, потому что она держит дорогу, но она не держит по рулю горизонт, то есть у нее руль свернула немножко направо, а тянули как раз за левый нижний рычаг подвески. Автомобиль городской, автомобилю делать абсолютно нечего на бездорожье, это перетяжеленный, масса у него чудовищная, считается, что он слегка за 2 тонны, но по ощущениям там уже под 3, такое ощущение, что он всегда идет с нагрузкой, как будто у него полный салон людей и много боеприпасов в багажнике. И для города он подготовлен очень хорошо, он выглядит почти как Паджеро, он красивый, у него большие колеса, у него хорошее освещение, у него классная музыка, у него нормальная эргономика салона, у него много электронных помощников и страховщиков, которые позволяют этой машине нормально вертеться и как-то более-менее выкручиваться в тех ситуациях, которые конструктивно тоже в качестве просчета заложены, вот, например, по тормозной динамике, потому что тормозит он, конечно, просто страшно, но все-таки же останавливается, все-таки никого же не угробил, и у него еще парктроники по кругу вот в этой комплектации, у него люк сверху, так что если куда-нибудь не туда свалился, можно эвакуироваться как из подводной лодки, но на бездорожье на этой машине делать нечего. У фирмы Санг Йонг есть несколько вариантов этого автомобиля, есть самый простенький с задним мостом, с дизелем, на механике, это вообще легковая машина, есть еще автомобиль, у которого в раздатке понижайка и блокировки, он более-менее на что-то способен со своим дизельным мотором 2.7, но, опять-таки, чисто геометрически он залипает моментально. Корея страна горная, и там такого нашего нормального проселка нет. Война, к которой они готовили Рекстон, подразумевала, что все-таки они двигаться будут не то чтобы не по асфальту, но по сыпучим каменистым грунтам, где залипать не придется. И там очень важно было иметь крепкую поперечину, которая об булыжник, если и приложится, то с вмятиной и звоном, и все равно эта штука поползет дальше, тем более в любой комплектации блокируя и иметь блокировки, хотя бы при помощи тормозных механизмов. Но вот все-таки в наших условиях довольно много нюансов, которые не позволяют рассчитывать на выезд за пределы Московской кольцевой. И тем более все-таки защита железная, да, есть. И на этой машине она уже вырвана с корнем. То есть кто-то из коллег-журналистов проверял, насколько внедорожный аппарат. Первая точка контакта это патрубки радиатора и сам радиатор, которые закрыты всего лишь пластиковой защитой и находятся далеко вынесенными вперед до металлической защиты, прикрывающей уже сам мотор. От этой машины нужно получать брутальное удовольствие, но ценник в хорошей комплектации, приближающей ее по стоимости к Паджеро, не оставляет никаких оснований надеяться на то, что имеет смысл вкладываться в такие странные траты. Некоторое время тому назад у Рекстона была семиместная комплектация, сейчас она уже потихонечку тоже сходит на нет, хотя это было очень большой хорошей заявкой, когда нам рассказывали о том, что смотрите, вот Рекстон наконец-то пошел семиместным, но семиместность его, она была очень хорошим оправданием цены, но семиместный Рекстон, он тоже мало кому нужен, и народ мог переориентироваться на Паджеро. Паджеро молодец, он помог Рекстону теперь семиместного Паджеро нет, а во всем остальном сам по себе автомобиль, он хорошо имитирует Паджеро, но в отличие от него является абсолютно городской машиной. Перерыв на новости. Нашлось, движение есть, серьезные пробки, но все-таки 7 баллов. Мэйл.ру, движение нет, 8 баллов, все приехали. 65, 10, 9, 9, 6, Сергей, здравствуйте. Здравствуйте, приближающийся поезд. Алло, ух ты, какие пугающие звуки у вас? Вы под поезд там бросаетесь или на Каренину смотрите? Нет, я еду электрически, потому что в Москве на машине невозможно передвигаться. А на Каренины там не бросаются, нет, пачками? Нет, пока еще нет. Замечательно. Сергей, хотел точнее, да, про одну машину пугает, что коробка ДСГ и движки. Вот Skoda Superb Kombi 18 и 2.0, которые TCI на эти движки и 7-ступенчатые ДСГ. Никогда не стал больше. Сергей, смотрите, как получается ваш вопрос. Очень хорошая машина смущает только двигатель и коробка. В таком случае машина, собственно, получается, что это некое мебельное явление, где удобно хранить вещи. Такой, типа шкафа. Вы понимаете, по надежности. я прокатился, меня вот 1.8 вообще поразило, что насколько тяговитый двигатель и насколько хорошо переключается коробка. Но очень много отзывов, что вот дергается, когда стоит машина. Да, да, Движки двухлитровые, вот у меня вот друзей на Ауди двухлитровый двигатель там стуканул на 40 тысячах. А на Ауди немножко другой мотор, там TFSI, это лишняя буковка F, и у них это нормально, потому что он одноразовый, он придуман специально для того, чтобы его хватило вот на Ауди, чтобы выехать из салона. Как только выехал из салона, весь персонал Ауди тут же начинает хлопать в ладоши, приплясывать и говорит, смотрите, еще один, уехал, сейчас вернется, дэнс, о, уже вернулся. Ну давайте, теперь мы вас будем лечить. Суперба, картина в принципе немножко не такая, там моторы нормальные, ТСАевские, у них конечно тоже масложор случается, но не так трагичен. А вот, идут по удивительной совершенно эволюционной спирали вниз. Обычно работа над ошибками приводит к тому, что оно становится лучше. А здесь каждый год все хуже, 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 хуже. И сильно подозреваю, что коробка ДСГ будет приговором, потому что она совершенно невыносимая. И у меня через какое-то время в эфире будет герой, который на нашу страну заставил представительство Вольсвагена, жаль, что вы ушли, но остальные дослушают, заставил представительство Вольсвагена продлить гарантию на семиступенчатый ДСГ до пяти лет. Это очень серьезная была битва, тем более, что она исполняется криво, косо, назло и сквозь зубы, в отличие от некоторых стран, где, в Израиле, предположим, там, в принципе, понятно, ДСГ, да, конечно, приезжайте, гарантийный случай, без вопросов, пять лет. Или в Китае, где десять лет гарантия на ДСГ. У нас сквозь зубы так уж и быть иногда пять, хотя еще и тебе же за твои деньги, и, конечно, козью рожу скручат. И поэтому получается, что у Супербо мотор получше, чем у Ауди, коробка одинаково плохая, и везет, не везет, это очень неприятная игра. То есть, вот тот самый современный автомобиль, как девайс, когда вы можете купить плохой сотовый телефон за три рубля, можете купить плохой сотовый телефон за миллион рублей. И потому, и по-другому вы будете звонить, и тот, и другой вы через год выбросите. С автомобилями то же самое. Вы можете купить себе средства перемещения в пространстве за 300 тысяч рублей, можете купить средства перемещения в пространстве за 2 миллиона рублей. И то, и другое вы выбросите по окончании гарантийного срока. Это просто к тому, какие у вас есть возможности по выкидыванию денег на ветер. Макар, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Скажите, пожалуйста, ну, просто интересно про машину Ситроен С-6 услышать. О-о-о-о. Вы стояли на берегу и махали ему платочком, когда он в последнее плавание отправлялся, или нет? Нет, ну, просто как-то вот копался, копался, увидел, посмотрел вообще очень редко такая своеобразная. Не то, что хочу купить, просто интересно вот о нем услышать. А вы когда-нибудь к нему подходили или вы его только в интернете видели? Нет, ну, я так подходил, уникально как-то сделан он, вот, и поэтому как-то кипел мозг и хотелось услышать все-таки что-нибудь. Это у вас мозг закипел или у тех, кто его делал? Ну, кто их делал, они, наверное, там не только мозг закипел, там очень пылки, наверное, люди делали. Очень. Вот это особенно изогнутое заднее стекло, конечно, вовнутрь, это, конечно... Ну, а внутрь-то вы проникли в эту машину? Нет, 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 только вот, ну, как бы так, снаружи, внутрь нет, не проникли. Вот уж... Видел только вот экстерьер, да, вот там у них то есть сиденья по-своеобразному сшиты, конечно, там вот это все. Да. Там внутри еще больше чудес, причем все чудеса дизайнерские, и практически любая деталь, вот начиная там от какого-нибудь плафончика и заканчивая кнопочкой, она, в принципе, может быть автономной дипломной работой у студента-дизайнера. Потому что нету ни одной мелочи, мимо которой прошел бы эстетический взгляд художника. Там всему уделили внимание, над всем серьезно поработали, потом все это оснастили в том числе V-образными шестерками бензиновыми и дизельными, и правда есть еще комплектации с простенькими моторами, на них очень негры любят ездить по Парижу, но вообще, конечно, топовая машина с топовым мотором, а Франция такая удивительная страна, которая за свою историю не породила двигателя V8. У французов нет V-образных восьмерок. На грузовиках есть, на легковых машинах нет. Поэтому у них вершина это V6, бензинка, дизельный, и с ним, конечно, на гидроактиве, а гидроактив это подвеска, которая именно на C6 оставила себе 6 полусфер, потому что на C5 их сделали всего 4, и они вот эти полусферы, которые работают как элементы подвески, в том числе и амортизаторы, и стабилизаторы, на C5 чуть-чуть упростили, и боковые крены перераспределили на обычный кусок железа под названием стабилизатор поперечной устойчивости, а продольный как раз возложили на подвеску гидроактив, а C6 оставили все 6 полусфер, поэтому у него как таковых нету стабилизаторов, и он, что боковые крены, что продольные нагрузки, он гасит как раз системой, которую французы отрабатывают с 1955 года, с ДС, знаменитой, с богини, отработали хорошо, получилось здорово, автомобиль удивительный, эклектичный, и вот он как раз имеет право олицетворять Францию, у французов ведь все не как у людей, у них все с подковыркой, все с каким-то изящным полунамеком, и все с некой загадочностью, и пахнет Франция Шанелью номер 5 не как все, и выглядит Париж с Эйфелевой башней не как все, и Ситроен С6 у них не как все, ехать на нем очень интересно, причем, что здорово, он настолько понятен, что его не надо чувствовать, к нему не надо привыкать, садишься и едешь сразу, есть несколько таких шедевральных машин, чрезвычайно удачливых, вот например 140-й Мерседес, который В140, он же 600-й, в нем тоже, несмотря на то, что он похож на танк, нету необходимости привыкать, присиживаться, присматриваться, сел и поехал, и сдаешь задним ходом, и понимаешь, где у тебя колесо, где бампер, на С6 вот именно это же достижение, ты задним сдаешь, и ты чувствуешь, где у него и что, он блистателен, но как всякая неординарная вещь, это же не айфон банальный, примитивный, это штука со вкусом, а людей со вкусом, как правило, мало. Магомед, неужели это вы? Добрый вечер, Сергей, да, это я. Обычно у вас получается понедельник, вторник, среда, в четверг пауза, в пятницу не получается? Ну, в четверг у вас в гости, он бесполезен, а в пятницу, к сожалению, у меня не сложилось, меня отправили в дальнюю командировку, и я там не смог вас слушать. Я рад вас слышать, Магомед. Аналогично. Ну, хотел высказать по поводу Рекстона и Хонда Пилот. Давайте. По моему мнению, там у них только, грубо говоря, все эти их повадки и все беды из-за одного. Машины изначально разработаны для американского рынка, с очень большой обрядкой на Америку, в результате они едут как истинные американцы, то есть едут исключительно по прямой, тормозят на протяжении полутора-двух километров и вмещают очень много всяких грузов. Ну, вообще, Корея, в принципе, существует как государство только благодаря Америке. Не было бы США, не было бы никакого, был бы один сплошной концлагерь под названием Чучхея какая-нибудь, или Киберсения, и не было бы корейцев, всех бы перебили бы, заморили бы голодом. А поскольку Америка пришла в Корею, Америка дала им технологии, дала им войска, дала им землю, дала им возможность жить, и они молодцы отплатили, то, конечно, они на Америку сориентированы, и, в принципе, корейцы тем и знамениты, что они делают отличные американские машины. Ну, вот в этом отношении удивительно, почему Япония, вроде как, отличающаяся тем, что у них машины отличаются удивительной управляемостью, сделали такое недоразумение, как Хонда-пилот. А японцы, все-таки не забывайте, что они получили по мозгам ядерные бомбы, в отличие от корейцев. Да, да, похоже, сказалось, радиация. Да, а во-вторых, японцы, они, ребята, очень зажатые. Они один раз собрались, нарисовали собирательный портрет американца, вычислили, что американцу нужно, начиная от туалетной бумаги и заканчивая зубной щеткой, и по этому лекалу, по сию пору, делают машины. Они, лекалы создавали давно, они придумали деревянный салон, плохая кожа и топорные технологии. Америка уже не такая, японцы об этом еще не знают. Вот если бы они Хонду-пилот назвали Акура, как-нибудь там, МДХ там, я не знаю, какой-то, вообще идеальная машина была. Тогда точно было бы известно, что это не Хонда, и что это для Америки, и, соответственно, мы заранее можем было ожидать. Магомед, мы единственная страна в Европе, которая притаскивает к себе легально эти машины, сделанные в штате Алабама. Японцы даже не подозревают о том, что существует какой-то аппарат под названием Хонда-пилот. Так же, как и Редлайн. Да, конечно, но тем более, это вообще, Редлайн, это же удивительный пикап с несущим кузовом не на раме. Это совершенно фантастическое явление. Такая большая легковая машина, но это полностью американская. У него перерос, так это называется. Да, но это полностью американские машины. В них нет вообще ничего европейского. Вот просто ни с какого боку. Но мы же такой перспективный рынок, где приходят люди с мешком денег и говорят, дайте, дайте, дайте мне Хонда-пилот, потому что у меня куртка-пилот. И вообще, я в детстве мечтал быть летчиком, и мама мне говорила, что, сынок, ты летчик, я хочу Хонду-пилот, дайте. Ну, да, пожалуйста, езжай. Самые интересные все мои знакомые летчики ездят на Тойота. Неважно, это Камри, там, Крузер, там, 80-й, 100-й, там, 200-й. Но никто из них не едет на Хонде. Хорошие летчики, я надеюсь, не Камикадзе в этой связи. Нет, нет, абсолютно. Вот меня буквально сегодня, вернее, уже два дня убеждают человека, что не стоит покупать любителей спортивных машин, не стоит покупать в наших сиротах такой величинный автомобиль, как Тойота Супра. Ух ты. Потому что у него повадки исключительно американские. Это, вот, бревно или рельс, я не знаю, кто его как называет, который, во-первых, в поворот хрен втащишь, а самое главное, его оттуда вытащить уже нереально. Он считает, что если он повернул, он должен в таком положении ехать еще минимум полтора километра. Ну, кстати, вот Рекстон сделан именно по этому лекалу. Да-да-да-да. Типичное, типичное американское поведение автомобилей. Можно гордиться, если с Супрой совпало, так это же... А, кстати, где ваш приятель достает такой раритет? Он его из музея украсть, что ли, собрался? Ну, Супра, насколько я помню, выпускал за 2002 года, или до 2000, я сейчас точно не скажу. Свеженький покойничек, свеженький, практически эксгумации не требует. Сверху тряпочки накрытия можно использовать. Ну, да. Точно так же, как и удивительный факт, но почему-то все хорошие, красивые машины перестали выпускаться вот на этом рубеже 2000-2002 год. Вместо них пошли однообразные, безобразные пластмассовые подделки. У японцев очень большие нескладушки с представлением о эстетике европейца. Они просто европейскую эстетику как культуру не воспринимают. У них вот женщины маленькие и корявенькие, они считают, что это есть образец. И одно время они доверяли, и в том числе ведь итальянцев брали и говорили, сделайте нам. После чего все говорили, ух ты, а японцы, так оказывается, тоже люди. И получалось что-то интересное. А потом говорят, э, нет, мы самобытные, мы сейчас сами топором все сделаем. Вот результат. Перерыв на новости. Два очень интересных сообщения пришли в почту. Посоветуйте, пожалуйста, зимнюю резину на Тигуан для Москвы 80% пробега по городу и для дальнего Подмосковья. Слышал ваши лестные отзывы о седьмой хакапеллите, но она только шипованная. Пишет Олег. То есть, вопрос вычисляющим образом. Посоветуйте мне плохую резину на один сезон, чтобы я убился, при том, что я заранее знаю, что мне нужна не шипованная. О, как здорово. Олег. Если вам нужна не шипованная резина, купите любую. Это не играет никакой роли. Послушайте продавца, который вам расскажет про то, что она липучка. Как она сама топит лед до асфальта и там прилипает и меняет законы физики. А не шипованную резину, особенно для Москвы, и тем более для человека, который выезжает за пределы Москвы, я не посоветую никогда. Я вам рекомендую седьмую хакапеллиту, можно восьмую хакапеллиту. Она вот только что появилось у нее невероятное количество шипов. Она прям с гвоздями вся целиком. И для того, чтобы выбрать себе хорошую резину, если по какой-то причине вы вдруг считаете, что... То есть вы наслушались этих странных сказок о том, что машина на шипах, она тормозит по асфальту очень плохо, она не останавливается и прочие-прочие сказки и вредни, то обратите внимание в тестах газеты Авторевюл, доверять можно только тестам газеты Авторевюл, обратите внимание на поведение автомобиля на шипованной резине и остановочному пути и тормозной динамике на сухом асфальте. Например, фирма Континенталь, она специально разрабатывает свою резину для того, чтобы она в городе на сухом, чистом, промороженном асфальте блистательно останавливалась без относительно того, что у нее есть шипы. И Винтер Контакт, эта резина, которая уже много лет, она долгие годы держала лидирующие позиции. Машина останавливалась на сухом, чистом, зимнем асфальте на шипах, как на нормальной резине, у которой и шипов нет, и лето вокруг. Еще один очень интересный вопрос, он такой совершенно многоплановый, звучит вот каким образом. Как можно более недорогая машина от авто нужно всего исключительно две вещи. Управляемость на скорости, то есть нужна независимая подвеска сзади обязательно, и динамика разгона. Нужно часто быстро обгонять на узких загруженных петляющих дорогах. И ничего прочего не нужно. Написал Игорь. Так вот, Игорь, вопрос первый. Между независимой подвеской и управляемостью на скорости взаимосвязи нет. И очень много машин на простейшей, примитивной сзади балке великолепно управляется. Французы большие мастера, и они много потратили денег для того, чтобы сделать заднюю торсионную подвеску, сделать заднюю многорычажку. Потом поняли, что то же самое можно достичь всего лишь навсего очень серьезной, хорошей подгонкой на полигоне, то есть отработкой в реальных условиях. Вот, например, Peugeot 308, она рулится очень хорошо, в том числе на высоких скоростях, при том, что у нее сзади совершенно примитивная такая же палка, как у нашей девятки или, например, 41-го москвича. И вот здесь уже заложена некая ошибка. Вы считаете, что существует какая-то конструкция, которая позволит вам, имея, например, недостаточный опыт или имея ошибку в управлении, ошибку в выборе скорости, какая-то конструкция поможет вам выкрутиться, поможет вам себя сберечь и поможет вам объехать препятствия. Управляемость на скорости не имеет никакого отношения к конструкции подвески, она зависит от того, как вы присиделись к этому автомобилю. И на одних и тех же скоростях, на одних и тех же дорогах, например, предыдущее поколение водителей, предположим, такие гениальные люди, как Сан Санжи Шпикуленко или Вадим Борисович Ржичицкий, они ездили на автомобилях, на 21-й Волге, на 42-м москвиче, на 412-м москвиче, на коробках, трехступенчатых, четырехступенчатых, на деревянной летней резине зимой и совершенно великолепно управлялись на предельных скоростях. Потому что умели, потому что навык, квалификация и хорошая техника подготовки совершенно не опиралась никак на технические возможности машины. Нету возможностей. Будут. Поэтому вы уже изначально стоите либо на пути тупика, либо на пути некого прощения, когда не справившись с управлением, а не справитесь именно вы. Обвините машину. И динамика разгона нужно часто быстро обгонять на узких загруженных петляющих дорогах. Для этого нужно просто на две ступени вниз. В совокупности под ваши запросы подходит Матис. Отправная точка у вас ведь недорогая. Вот она, недорогая машина за 200 тысяч, у которой отличная управляемость, в том числе на скорости и динамика разгона. Пожалуйста, подоткнитесь на вторую передачу, она пульнет так, что не каждый ее догонит. Если вам нужно при этом автомобиль, который не настолько позорный, как Матис, потому что она дешевая, узбекская, да, тогда Porsche Cayman. Cayman великолепен. Он деревянный, как табуретка. У него нету музыки, кондиционера. Можете пойти по другому пути. Есть еще автомобиль Caterham Super 7. Пожалуйста, его. Это вообще в принципе ТАС с четырьмя колесами, с мотором и с рулем. Из опции у него есть нахлобучка на голову, такая зимняя шапочка. Можно воспользоваться. Caterham великолепен. Это сплошная управляемость, ничего больше и разгонная динамика. Правда, сейчас они взяли и в порыве безумия заявили, что для нас самое главное это экологичность и поставили трехцилиндровый турбированный моторчик от Сузуки от газонокосилки и сказали вот она породистая британская настоящая машина. Ох, какие мы крутые. Но, Игорь, вы пребываете в плену стереотипов. Вам кажется, что гениальная конструкция, да еще почему-то за небольшие деньги исправит ваш темперамент, который судя по всему гораздо круче, чем техника автомобиля. Даже на 12-м москвиче можно великолепно управляться и блистательно совершенно в том числе с динамикой разгона разобраться. Николай, здравствуйте. Алло. Алло. Передачи они просто изумительные. Большое человеческое спасибо. Поэтому и трудно дозвониться. У меня вопрос про зависит. Ваше мнение. Три машины. Discovery, Touareg, и Cherokee. Новые? Да. То есть все новые, вы приходите в салон, достаете обширную котлету и говорите «ну-ка!» То есть практически объявляете тендер. Они бросаются на вас в объятии. Вам нужна машина для преодоления или для красоты? Для жизни. А жизнь бывает многообразная, в какой-то момент придется бежать к советско-канадской границе. Да. Touareg. Он универсален. Это машина, которая находится в пограничном состоянии между двумя классами. Она на пневме с турбодизелем, с X-пакетом, который имеет раздатку и понижайку, превращается в очень серьезный внедорожник. И причем настолько серьезный, что многие на этой машине позволяют себе ездить и в том числе в ралли-рейды. И она же может быть легковушкой, которая, если война не началась и вам не нужно эвакуироваться из страны и, например, быстро ехать в Финляндию, в городе будет удобным, хорошим помощником по хозяйству. Дискарь в этом отношении он гениально задуман. Ко всему прочему, он красавец, он великолепен, он весь из себя мастер. Но только он все равно замучает вас вот теми стереотипными проблемами, которые в нем есть. В нем всегда чуть-чуть по электрике, легкое недомогание тут отвалилось. Электроник. Да. И она будет вас все время доставать. И вот я недавно ездил на новеньком, шикарном, красивом, как холодильник, Bosch Discovery, и он каждое утро мне выкидывал какую-то подлянку. Белый флаг. То у него АБС не работает, то у него аэрбэк мне сейчас в голову выстрелит, то у него еще какие-то проблемы. И вот верить или не верить, но постоянно дергаться и нервничать. Чироки, он молодец, но Чироки все-таки американец. От Мерседеса там только документы. Он имеет такую легкую расхлябанность. Он остается внедорожником. На нем можно, но он не позволит половину из того, что позволит Туарек. Туарек, он удобен. Туарек, он дорог, он требует хорошего обслуживания, но при этом он как отлично сшитая одежда. Он на все случаи жизни. В нем не промокнуть, в нем будет тепло, в нем будет нормально. Это очень приличный костюм из хороших тканей, по хорошему лекалу, с мембраной в нужном месте, с уплотнителями и утеплителями. Чироки потребуют от вас некого обожания. Вот, например, Туарек можно не любить. Да ну, фу до тебя, просто идите пойти. А Чироки нужно обожать, потому что Чироки он требует, чтобы вы по характеру с ним сошлись. Он вам скажет, а ну-ка, дорогой Николай, найдите-ка у меня правый подрулевой рычажок. А нету его. А вообще нету. Потому что, потому что я Мерседесу. Вот в этом я Мерседес. И перераспределение крутящего момента по осям у меня идет с таким расчетом, чтобы вы чувствовали себя как человек, управляющий заднеприводной машиной. И вот он будет вам постоянно говорить, знаете что, если вы меня любите, вы меня простите. А если вы меня не любите, тогда вы выкинули 2 миллиона просто так. Хотя Чироки, конечно, это джип. А джип это легенда. Туарек он нейтрален. Туарек он молодец. Он просто удобный. Он не красавец. С ним хорошо. С ним можно. Дискарь это постоянно сидеть на измене. Как говорили у нас в песочнице. Поэтому тут, увы, вариант только один. Универсальная машина. Не поверите. До завтра.